Многофункциональные центры пока для приморцев явление новое, но уже в следующем году единые окна по приему документов откроются повсеместно, более двухсот по краю. Главная задача упростить получение государственных услуг. Встать на очередь в детский сад, сдать документы на паспорт, все в одном окне. Для граждан, кому бы мы не рассказывали, что такое многофункциональный центр, кто-то путает его с торговым центром, кто-то еще с каким-то центром. И фактически в данном месте для людей будет созданы условия предоставления всех услуг, которые на сегодня власть предоставляет. Не будет не только утомительных поисков нужного кабинета, но и контакта с чиновником. Необходимые документы просто примут в едином окне и передадут в нужный отдел администрации города или края. Чиновник от гражданина окажется дальше, а власть ближе. А значит о выдуманных справках ради справок можно будет забыть. Чиновник, который принимает решение по тому или иному вопросу, он, мягко скажем, вольно может трактовать те или иные требования. Принесите мне справку на то, что вот эта справка у вас законна, или вот здесь печать стоит немножко неправильно. Дайте мне справку на то, что здесь печать должна стоять и так далее. Через два года обратиться в многофункциональные центры смогут почти все жители Приморья. Они должны охватить как минимум 90% населения. Увеличивается и число госуслуг, которые можно получить в электронном виде. До конца года власти планируют перевести в интернет. Пространство 80 процедур. Евгения Колесникова, Панорама.